Дорогие выпускники, экзаменационная работа по истории охватывает содержание курса истории России с древности по настоящее время, а также включает элементы по всеобщей истории. Данная работа направлена не только на выявление уровня ваших знаний, но и также умений, таких как систематизация исторических фактов, выявление причинно-следственных связей, поиск информации из различных видов источников, умение аргументировать, а также писать историческое сочинение. Вы знаете, что в контрольно-измерительных материалах существует 25 заданий, которые делятся на две части. Первые 19 заданий с кратким вариантом ответов и вторая часть с развернутым ответом. При выполнении заданий первой части, на мой взгляд, особую трудность составляют задания номер 14, 15 и 16. Это задания по работе с исторической картой. Надо сказать, что многие выпускники пропускают данные задания, другие, к сожалению, не могут по карте определить историческую эпоху, найти необходимую информацию и ответить на поставленный вопрос. Но вы должны знать, что при выполнении данных заданий у вас есть подсказки, так называемые маркеры. А именно, это легенды карты, где можно увидеть условные обозначения. Это названия городов, рек, названия государств, если таковые присутствуют на исторической карте. Также при подготовке к экзамену по истории необходимо особое внимание уделить точности приведенных формулировок и необходимо большое внимание уделить изучению фактов истории и культуры России. Ну а теперь давайте перейдем с вами к заданиям с развернутыми вариантами ответов. И первые три задания, это задания номер 20, 21 и 22, это комплекс заданий, которые связаны с анализом исторического источника. Вам необходимо будет прочитать отрывок из исторического источника и выполнить в 20 задании следующее. Указать, например, или год, или век, или какая половина века, четверть века. Но в задании может быть указано, что вам надо определить и десятилетия того или иного века. В частности, если вы посмотрите на слайд, то увидите, какое задание. Укажите период с точностью до десятилетия, когда был создан данный исторический документ. Поэтому вы должны особое внимание уделить именно точности приведенной формулировки. Причем у вас не спрашивается и не требуется в данном задании указывать точно год, когда появился данный документ. Задание номер 21. Особое внимание следует уделить на соответствие формулировок, приведенных вами, содержанию вопросов. И здесь хочу предупредить, что эксперты не будут засчитывать ответ в том случае, если отрывок вами из данного исторического документа будет переписан полностью. Большой фрагмент текста, который включает наряду с верным элементом ответа избыточную информацию. Но о подоизбыточной информации в данном случае понимаются положения отрывка, которые не имеют отношения к правильному ответу. Задание номер 22 направлено на проверку способности привлечь контекстные исторические знания для анализа проблематики источника. В 23 задании вы должны проанализировать какую-либо историческую проблему или ситуацию. И при выполнении этого задания вам надо не просто воспроизвести заученную информацию, но и показать то, как вы можете активно работать с данной информацией, а именно устанавливать причинно-следственные связи между событиями, сравнивать исторические объекты, а также делать выводы. Пожалуй, самым сложным и трудным для выпускников является задание номер 24. Вы знаете, что в исторической науке существует большое количество дискуссионных вопросов. И необходимо вам в данном задании указать два аргумента в подтверждении или опровержении данной дискуссионной точки зрения. В данном случае это новая экономическая политика была эффективным средством социально-экономического развития советского государства после окончания гражданской войны. Для того, чтобы правильно выполнить это задание, мы с вами прежде всего должны понять, что такое аргумент. И, соответственно, надо запомнить, что аргумент состоит из двух частей. Это факт и теоретическое положение. Посмотрите, на слайде приводятся аргументы в подтверждение данного утверждения. И если мы посмотрим, то начало и того, и другого ответа будут одинаковые. Была разрешена частная торговля. Но если мы посмотрим окончание данного аргумента, то увидим большие различия. Соответственно, надо написать, что была разрешена частная торговля. Мы здесь видим факт в условиях замены продразверстки продналогом. И затем из этого вытекает теоретическое положение. Это способствовало насыщению рынка товарами и, следовательно, решению проблемы, которая особенно в городах очень остро стояла в годы гражданской войны. Иными словами, мы здесь с вами можем увидеть и причинно-следственную связь. Поэтому при ответе на задание номер 24 аргумент не может состоять только из одного факта. И мы с вами должны запомнить, что, соответственно, аргумент состоит из двух частей, а именно факта и подкрепленного им теоретического положения. Задание номер 25 – это историческое сочинение. Историческое сочинение оценивается по критериям. И каждый эксперт оценивает сочинение по семи критериям. Первый из которых – это необходимо указать не менее двух событий, которые произошли в тот период, который вы выбрали. Вам на выбор будет предлагаться три определенных исторических периода. Соответственно, если мы с вами выберем период 1801-1812 годы, и вы укажете, что это первый период в правлении Александра I, то это будет недостаточно для того, чтобы получить два балла по данному критерию. Необходимо указать, какие именно события произошли в обозначенный период. Например, можно написать, что в этот период был принят указ о вольных хлебопашцах, была проведена министерская реформа и так далее. Обязательно события должны быть указаны. И причем эти события могут не быть связаны между собой. Соответственно, историческое сочинение оценивается не только по первому критерию, но и критерий номер 2. В критерии номер 2 вы должны будете указать две исторические личности. Но не просто указать две исторические личности, которые соответствуют выбранному вами периоду, но и обязательно указать конкретные действия, которые характеризуют данную историческую личность. Конкретные действия — это осмысленные волевые усилия, которые всегда носят единичный характер и выражаются в непосредственном проявлении личной активности историческим деятелям. При характеристике исторической личности многие очень допускают ошибки. Дело в том, что недостаточно написать, например, что Дмитрий Донской командовал русским войском. Почему это не будет являться характеристикой исторической личности? Да потому что командовал русским войском — это целый процесс, который состоит из ряда конкретных действий. А вот если вы в историческом сочинении напишите, что Дмитрий Донской посетил Сергия Радонежского, заручился поддержкой церкви, что придало уверенность русским воинам, выбрал выгодное для русской армии с точки зрения ландшафта место сражения, удачно расположил засадный полк, который вступил в бой со свежими силами, и это переломило ход битвы, то, соответственно, это и будет являться характеристикой исторической личности, и показан реальный вклад данной личности в ход исторического события. Критерий К3 направлен на то, чтобы вы сумели в ходе своего исторического сочинения указать две причинно-следственных связи по данному периоду. Прежде всего, что такое причинно-следственная связь? Соответственно, это событие, которое мы называем с вами причиной, и при наличии определенных исторических условий это событие, причина, порождает другое событие, называемое следствием. При выполнении данного задания также многие выпускники допускают типичные ошибки, среди которых, например, в сочинении присутствует слово «причина», но могут быть неуказанные следственные связи, или за причину принимают желание исторического деятеля произвести какое-либо действие в качестве причины этого действия. Соответственно, согласно критериям оценивания по критерию К3 не засчитываются причинно-следственные связи, названные при указании роли личности и засчитанные по критерию К2. И еще не усложняйте это задание. Можно написать очень просто. Например, непродуманная налоговая политика приближенных царя Алексея Михайловича стала одной из причин соляного бунта. Согласитесь, в данном предложении мы с вами видим и причину, и следствие. Четвертый критерий оценивания исторического сочинения представляет собой вывод о влиянии событий данного периода именно на последующие эпохи. И здесь надо иметь в виду именно выход данной оценки, вывода того исторического периода, который вы выбрали именно на последующей эпохе. Иными словами, это означает, что надо обязательно выйти за верхнюю границу периода. Например, если вы выбрали период октябрь 1928-май 1941 года, то мало написать, что в этот период времени было построено много промышленных предприятий в Советском Союзе. И Советский Союз превратился в индустриальную державу. Необходимо обязательно указать, что именно в период индустриализации, именно в этот период времени был создан мощный военно-промышленный комплекс. И это стало одним из факторов победы СССР в Великой Отечественной войне. Или, например, если мы возьмем с вами период правления Ивана IV Грозного, недостаточно написать в выводе, в оценке данного периода, что этот период был одним из самых страшных и кровавых в истории России. В ходе проведения политики о причине погибли представители знатных боярских родов, что укрепило личную власть. Но в данном случае нет выхода на последующий период. А какой может быть представлен выход на последующий период? Соответственно, что период правления Ивана IV Грозного, включая в том числе и о причину, приводит к следующему очень сложному периоду в отечественной истории смутному времени. Да, и вот типичные ошибки, которые могут и допускают выпускники при выполнении именно данного элемента исторического сочинения. Обратите внимание, указания не событий следующих исторических эпох, а явления, которые возникли в выбранный период истории и в неизменном виде продолжают существовать в будущем. И вот два примера из исторических сочинений. Соответственно, по периоду правления Александра I военные поселения, созданные в эти годы, присуществовали до начала правления Александра II. С одной стороны, казалось бы, есть выход на последующий этап правления Александра II. Мы не видим, каким образом произошли какие изменения, на что это повлияло. Но если правильно написать, военные поселения, созданные в данный период, характеризовались крайне жесткими порядками, что приводило к восстаниям военных поселян в последующие периоды истории. Соответственно, здесь мы с вами видим как раз связь между правлением Александра I и Николая I, в период которых как раз и было восстание военных поселянов в Новгородской губернии 1831 года. Критерий К5 оценивает то, каким образом вы в историческом сочинении используете термины и понятия и критерий К6. Немножечко поподробнее остановлюсь на этом критерии в связи с тем, что в этом учебном году произошли изменения по оцениванию исторического сочинения по данному критерию. С этого учебного года он оценивается тремя баллами. И для того, чтобы получить эти три балла, вам необходимо по критериям К1 и К4 набрать не менее пяти баллов. При этом вы должны знать, что при оценивании по данному критерию учитываются любые фактические ошибки, допущенные в любой части исторического сочинения. Пример одной формулировки хочу провести, которая содержит фактическую ошибку. Жданов раскритиковал стихи Ахматовой и Зощенко. Из данного утверждения, которое было написано выпускником, получается, что Зощенко точно так же, как и Анна Ахматова, писал стихи. Но это является фактической ошибкой. Поэтому при написании исторического сочинения надо быть очень внимательными и необходимо будет несколько раз проверить то, что вы написали для того, чтобы исправить, возможно, допущенные вами фактические ошибки. И, наконец, критерий К7. В этом году, точно так же, как и по критерию К6, данная оценка 1 балл может быть выставлен только в том случае, если по критериям К1, К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов. И сразу же хотела бы обратить внимание на то, что баллы будут сниматься еще раз только за фактические ошибки, а за орфографические, пунктационные, грамматические, стилистические ошибки баллы сниматься не будут. Но, соответственно, для того, чтобы получить балл по критерию К7, хотелось бы, чтобы ваше историческое сочинение носило последовательное и связанное изложение. Дорогие друзья, и в завершении своего выступления мне хотелось бы пожелать вам, чтобы вы занимались регулярно, анализировали свои ошибки и исправляли их, избавлялись от того, что приводит к ошибкам, а еще ставили перед собой цели, хоть маленькие, на каждый день. И обязательно избавляйтесь от похитителей времени, общаясь продолжительное время в ВКонтакте и соцсетях. И уверяю, у вас все получится. Желаю успеха! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!